Продолжение следует... 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 И с этого момента мы ведем отчет как раз образования, ну, организации высшего юридического образования у нас в республике. Конечно же, вот вы правильно сказали, огромную роль Михаила Михайловича Федорова в том, что у нас началось развитие юридического образования. Безусловно, были сложности, в том числе по привлечению профессорско-преподавательского состава. Я помню, что все практики были привлечены и Верховный суд, и Министерство юстиции. Все шли на встречу нашему дорогому учителю, патриарху юридического образования. Но сегодня какие перспективные направления реализуются на юридическом факультете? Мы знаем, что с 2000 года у нас образовался юридический факультет самостоятельный. Первым деканом была Степанова Альбина Афанасьевна, потом уже Петр Васильевич Гоголев, и вы вот третий декан. Какие вот новации, какие новые вызовы? Ну, сегодняшнее состояние юридического факультета можно вкратце обрисовать следующим образом. Ну, во-первых, у нас в структуре классика сочетается с новациями. Есть кафедра теории истории государства и права. Ее возглавляет кандидат философских наук, доцент, отличник профессионального образования Республики Саха-Якутия Александр Едисонович Маяконов. Кафедра конституционного и муниципального права. Заведующий, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии Республики имени профессора Михаила Михайловича Федорова Альбина Афанасьевна Степанова. Кафедра гражданского права и процесса. Заведующий, кандидат исторических наук, доцент Татьяна Николаевна Оглезнева. Кафедра уголовного права и процесса. Заведующий, почетный доктор права Римского международного университета, профессор, академик Российской академии экономики и права. Профессор кафедры уголовного права и процесса Макар Макарыч Яковлев, заслуженный юрист Республики и Российской Федерации. Кафедра арктического права и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Заведующий, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Республики Саха-Якутия, эксперт Организации Объединенных Наций по правам коренных народов Анатолий Николаевич Слепцов. Кроме этого, у нас в структуре имеется юридический колледж, который осуществляет подготовку специалистов со средним специальным образованием и функционирует юридическая клиника, которая осуществляет бесплатную юридическую помощь для населения Республики Саха-Якутия. На факультете работают более 40 высококвалифицированных преподавателей, в том числе 6 российских и иностранных докторов юридических наук, 20 кандидатов юридических наук. Здорово. Ну вот скажите, пожалуйста, вот сегодня сколько студентов на вашем факультете? Мы знаем, что юридический факультет – это тот факультет, куда люди поступают, и самый высокий конкурс, и на сегодняшний день вы являетесь флагманом Северо-Восточного Федерального Университета. По каким программам вы обучаете будущих юристов? В этом году у нас контингент около 400 студентов на очной основе и около 250 студентов на позавочной форме обучения. Ну, как известно, в эти годы изменились требования Федерального государственного образовательного стандарта по бакалавриату, по магистратуре. В связи с этим мы в этом году обновили наши основные образовательные программы, и с этого года мы будем реализовывать две основные образовательные программы по уровню бакалавриата. Первая основная программа будет называться просто юриспруденция, потому что мы тут планируем готовить специалистов широкого профиля, которые могли быть востребованы во всех областях юридической деятельности. Будь то это государственная деятельность, будь то это правоохранительная деятельность, правозащитная деятельность и деятельность в хозяйственных структурах, деятельность юристов, предпринимателей и некоммерческих организаций. Эту программу реализует кафедра гражданского права и процесса, это будет классический бакалавриат. Мы будем в том числе ориентироваться на подготовку наших выпускников для поступления в магистратуру. Ежегодно наши выпускники поступают в МГУ, Московский государственный юридический университет, Кутафино, Санкт-Петербургский государственный университет, Уральский государственный юридический академик, я все еще называю, но Уральский университет. Далее, у нас они продолжают обучаться, и поэтому здесь основное направление как раз получение базовых юридических знаний. Кроме этого, мы реализуем программу правовое обеспечение правоохранительной деятельности. Эта программа ориентирована на подготовку кадров для правоохранительных организаций нашей республики. Это Министерство внутренних дел, Следственный комитет, прокуратура, Росгвардия, УФСИН, Управление судебных приставов и так далее. — Вы сказали, что 40 преподавателей, действительно имеющих ученые степени, как докторов на наук, кандидатов юридических наук. — У нас, честно, 26 остепененных. — Да, не, я имею в том числе. И это сказывается на качестве обучения, и я знаю, что наши студенты являются победителями всероссийских международных олимпиад. Можете рассказать, привести пример для наших дорогих слушателей и телезрителей? — У нас ежегодно поступают очень талантливые студенты. И вот есть небольшая, но все-таки квота для поступления на бюджетной основе, так называемые контрольные цифры приема. И вот очень большой конкурс, и, соответственно, поступают очень такие лучшие выпускники нашей республики. Вот благодаря этому вот есть такой очень хороший задел, но и те, которые поступают на коммерческие основы, тоже в этом активно занимаются научной деятельностью. Ну, в целом у нас 15 кружков научных, 15 научных кружков. И вот студенты вот прямо с первого курса вовлекаются в научную деятельность факультета. Они выступают на конференциях, мы ежегодно для них проводим федоровские чтения, мы ежегодно проводим для них аргуновские чтения. И, кроме этого, мы в апреле месяце, Дню Республики, Дню Конституции Республики Сахай-Якутия, 27 апреля, проводим тоже республиканскую научную конференцию для студентов и молодых ученых. Вот все эти конференции, работа кружков дает результаты. Мы всегда являемся, ну, призерами региональных олимпиад всероссийских. И в этом году у нас вот как раз очень серьезное достижение. Два студента стали финалистами в самой сложной секции по гражданскому праву. Здорово. Спасибо вам за то, что вот мы сейчас прервемся на рекламу, после этого продолжим наш разговор о достижениях студентов. Это очень важно. Уважаемые якутияне, мы продолжаем наш интересный разговор с деканом юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Румом Румовичем Ушницким. Рум Румович, вот в продолжение успеха ваших студентов, пожалуйста. Я не успел сказать перед перерывом. Лонгинова Евгения в этом году заняла второе место вот именно на Всероссийской олимпиаде по номинации научной эссе. Научной эссе. Это очень высокое достижение. Вся Россия принимает участие в этом. Я поздравляю вас. Спасибо. Ну вот по вашим программам, по которым вы обучаете, ну вы раскрыли вопросы по бакалавриату. Давайте переговорим по магистратуре. Да, вот в этом году у нас изменилось требование федерального государственного образовательного стандарта. В связи с этим мы несколько видоизменили наши программы, которые мы будем реализовывать. Во-первых, это продолжаем реализацию по программе правовое обеспечение государственной деятельности. В рамках этой программы будет подготовка специально для правоохранительных органов, отдельно для государственных и муниципальной службы. Далее это мы новую программу начинаем реализовывать. Это правовое обеспечение частного права. Далее мы продолжаем реализацию совместную программу двойного дипломирования с университетом Париса Кле и Париж в рамках программы «Арктическое право. Право охраны окружающей среды». Здесь магистранты имеют возможность получить два диплома. Диплом университета нашего и университета Париса Кле. Это очень востребованная программа. Особенно здесь у нас в этом году 9 зарубежных студентов из Франции обучаются. В прошлом году мы выпустили трех студентов из-за рубежа. Они с большим интересом приезжают в Якутск, обучаются. В этом году все это произошло пока в онлайн формате. Да, действительно, арктическая проблематика на сегодняшний день самая актуальная. Вот прошла встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным и в рамках их переговоров очень серьезно затрагивались вопросы Арктики. Поэтому, конечно же, эти специалисты, безусловно, будут востребованы. И то, что вы сказали по частному праву, можете чуть-чуть раскрыть. Потому что, на мой взгляд, в свое время был такой крен, что больше на госслужбу, больше консионному праву внимания уделялось. А вот сейчас, вот вы сказали, гражданское право. И в этом отношении мы можем надеяться на то, что в будущем у нас будут хорошие специалисты, бизнес-юристы, будем говорить. Да, мы вот как раз эту программу в рамках двух основных направлений. Это обеспечение именно нужд народного хозяйства, предпринимательской деятельности. То есть мы готовим специально юристов для корпораций, для корпоративных юристов. В этом большое участие принимают довольно, ну, как раз специалисты частного права. Это Аза Абукарова-Намталиева, как руководитель программы. Она специалист по предпринимательскому праву. Я принимаю участие, вот пока у меня специализация корпоративное право. Поэтому я вот тоже буду уделять большое внимание этой программе. Ну, и кроме этого, другие наши. Кроме этого, мы еще будем особое внимание уделять подготовке юристов правозащитной деятельности. Замечательно. Ну, будем стараться сделать так, чтобы выпускали специалисты, ну, не то чтобы готовые, но высококовалицированные специалисты, готовые защищать интересы граждан, предпринимателей, коммерческих организаций. И для блага всего нашего народного хозяйства и общества. Спасибо. Рома Румыч, ну, безусловно, юридическое образование, оно напрямую связано с развитием юридической науки. Вот если коснуться вопросов развития юридической науки в нашей республике, вот какие ее направления на сегодняшний день развиваются, и вот с какими научными школами сотрудничает наш юридический факультет? В том числе, я знаю, и на международном уровне. Расскажите, пожалуйста. Ну, как и основоположник юридического образования, основоположником юридической науки, первым ученым юристом из народа Саха был Михаил Михайлович Федоров. Он, как я уже говорил, в 68-м году защитил кандидатскую диссертацию, в 80-м докторскую. И вот эта тематика, которую он развивал, теория, история, государственность республики Саха-Якутия, являются одной из центральной тематикой, и в основе которых, вот как раз, в основе которых лежат труды Михаила Михайловича Федорова. В развитии этого у нас, например, внучка Михаила Михайловича, Ольга Дмитриевна Максимова, тоже защитила докторскую диссертацию по теме, по истории, теории, истории государства и права. И является деканом юридического факультета Московского вуза. Да, Московского гуманитарного университета. Это замечательно. Это очень замечательно. Но традиционно у нас большие достижения в области конституционного и муниципального права. Вот, Александр Николаевич, вы тоже. Являетесь доктором юридических наук по, как мы говорим, второй специальности. И в этой области у нас очень много было хороших исследований, защит и так далее. Но тут лидерами являются Дмитрий Николаевич Миронов, доктор юридических наук, Альбина Афанасьевна Степанова, которая по системе органов государственной власти Республики Сахая, хоть и субъектов федерации защитила кандидатскую диссертацию, продолжает свои исследования. Кроме этого, у нас по этому направлению защиты были докторские диссертации Гоголева Петра Васильевича. Он по правам коренных малочисленных народов, по конституционным правам коренных малочисленных народов. Кстати, мы можем поздравить Петра Васильевича, что он новый орган государственной власти возглавил Конституционный совет Республики Сахая, Якутия. Пожелаем ему успехов. Действительно, будет возможность сосредоточиться, в том числе в области науки. Бессловно, будет такое тесное затрудничество с университетом, с вашим факультетом. Так, ну, при всем при этом, за последние годы мы вектор направлений юридических исследований направили в сторону Арктики. Арктика, проблемы, так сказать, изменения климата, его влияние на общественные отношения, на проблемы, связанные с освоением Арктики, ну и самая главная проблема – защита прав коренных малочисленных народов Севера, Дальнего Востока, Сибири. Вот это вот направление сейчас является, ну, как бы, нашим приоритетным направлением. В этой области лидером является Анатолий Николаевич Слепцов, который возглавляет кафедру арктического права и права стран Азиатско-Тихико-Каянского региона. И вот на этой основе у нас очень тесные отношения на международном уровне. Вот вроде как Париж, но как раз вот наши коллеги из Франции, они вот именно вот по теме Арктики, охраны окружающей среды, изъявили желание с нами сотрудничать. И вот мы сейчас реализуем двойную программу. Кроме этого, мы сотрудничаем в области научных исследований. У нас обучаются аспиранты в университете Парис-Аклея. И кроме этого, к нам они приезжают, принимают участие в наших конференциях. Вот в частности, на третьем съезде юристов Республики Сахая-Котия наш доктор юридических наук Жан-Пьер Дезидери очень ярко выступил. И кроме этого, мы сотрудничаем с Лапландским университетом, университетом Тромским в Норвегии. Кроме этого, мы сотрудничаем с университетом Соски-Чивана, это Канада. И в целом, есть у нас в России организован университет Арктики. С ним у нас реализуются несколько научных программ. Ну и институтом полярных исследований в Великобритании. Ну, кроме этого, у нас есть сотрудничество по другим направлениям научным в области конституционного права. Мы сотрудничаем с кафедрой конституционного права Московского государства, университета, с этой научной школой, в которой возглавляет Сулей Нагибекович Абакян, который является почетным профессором Северо-Восточного федерального университета. Признанный специалист, да. Признанный специалист. Я вот хотел бы вас поблагодарить в части того, что вы организовали в прошлом году прекрасную международную научно-практическую конференцию, добились выделения федерального гранта. И вот такое прекрасное мероприятие прошло. Вот расскажите об этом вкратце. Это мероприятие было посвящено столетию нашего отца-основателя, Михаила Михайловича Федорова. 26 ноября 2020 года ему исполнилось 100 лет. Очень вот он уже давно, его нет среди нас, но он все еще нам помогает. И вот как раз вот это редкий случай, когда вот на такие мероприятия выделяются именно российские гранты. Но значение Михаила Михайловича велико, поэтому Российский фонд фундаментальных исследований это отметил выделением соответствующего гранта. Но вы знаете, это ковидный период. У нас было очень сложно с организацией. Мы планировали привезти в Якутск 50 специалистов за рубежа, с Москвы и других регионов России. Но, увы, основные мероприятия у нас были проведены по режиму онлайн-конференции. Но зато это обеспечило почти участие, если говорить об однократном участии в сессиях, около 6 тысяч участников приняли участие в работе нашей конференции. Первые такие масштабы. И самое главное, что мы действительно международную конференцию проводили. Это и Финляндия, Франция, Австрия, Канада, Соединенные Штаты Америки приняли участие, специалисты этих стран приняли участие в работе нашей конференции. Но мы сейчас прервемся опять же на рекламную паузу, потом продолжим наш интересный разговор. Спасибо. Уважаемые якутяне, мы продолжаем наш разговор на тему юридического образования и юридической науки в Республике Саха-Якутия с деканом юридического факультета, кандидатом юридических наук, доцентом Румом Румовичем Мушницким. Но вы рассказали нам про Международную научно-практическую конференцию с большим количеством участников. И вот я получил от вас сборник. Я вот такого солидного сборника в первый раз вижу, хорошее качество. И хотел бы дополнительно сказать о том, что мы подготовили книгу, посвященную Михаилу Михайловичу Федорову в третьем квартале при поддержке правительства Республики, в издательство «Аярф». Эта книга будет издана. Но давайте мы перейдем к детищу Михаила Михайловича. Вот по приемной кампании. Какие все же требования для поступающих абитуриентов будут ставиться в этом году? Какие сроки будет осуществляться прием документов? Сколько плановых и сколько коммерческих мест в этом году для наших абитуриентов? Я всех тех молодых людей, которые чувствуют, что они готовы посвятить свою жизнь борьбе за добро и справедливость, призываю поступать на юридический факультет. В этом году мы в целом программы у нас, ну, вы все знаете, ковидный период, поэтому изменения есть в правилах приема. Все документы можно посылать по единой российской системе приемной кампании. И плюс у нас на университете активно работает своя система, всех призываю вот как раз обратиться на сайт приемной комиссии Северо-Восточного федерального университета. На бакалавриат сроки подачи документов с 20 июня, буквально в воскресенье уже начинает работу отборочная комиссия. И последний день, это 15 июля. Вот по программе юриспруденции, о которой я говорил, 8 мест бюджетных. По программе правовое обеспечение правоохранительной деятельности также 8 мест. Ну, дополнительные места у нас определяется с учетом, так скажем, желающих, с учетом тех баллов, которые они получают во время поступления и при сдаче ЕГИ. В целом мы ежегодно набираем минимум 4 группы. То есть, в целом это получается около 100 студентов. Так, мы, ну, наверное, всем известно, но скажу, что на базе по результатам ЕГИ мы учитываем такие предметы, как общество знания, русский язык, история. Для выпускников среднего специального образования будут экзамены по обществознанию и русскому языку в форме тестирования, а также собеседование профильной направленности. Профильной направленности. Тут я хотел бы обратить внимание, что несмотря на довольно серьезную стоимость обучения, она порядка 260 тысяч, университет устанавливает льготную стоимость. Это на сегодняшний день, в этом году она сохранилась в прежнем размере, 125 тысяч, но для того, чтобы получить льготную стоимость обучения, надо набрать по ЕГИ не менее 145 баллов. Кроме этого, мы в этом году начали реализовывать заочную форму обучения и очно-заочную форму обучения. Для выпускников средних специальных образовательных учреждений на базе СПО мы будем реализовывать вот эти вот программы, а также будем продолжать реализацию программы по второму высшему образованию, второму и последующему. Здесь условия такие, что выпускники СУЗов, они будут сдавать, опять же, собеседование профильной направленности, ну и помимо этого общество знания и русский язык, тестирование, которое организует университет. Я бы хотел обратить внимание, что на заочную форму обучения и на очно-заочную форму обучения принимаются только выпускники именно профильных направлений. Это вот те, которые по специальности 40.02. Но кроме этого у нас в этом году мы набираем магистратуру, в этом году нам на заочную форму обучения выделили 7 целевых мест, и мы будем определять их по двум основным. Это правовое обеспечение государственной деятельности и частное оправа. Тут мы будем проводить вступительный междисциплинарный экзамен. Надо будет набрать не менее 50 баллов, но и, соответственно, тоже есть и основная стоимость, и годная стоимость. Кроме этого, у нас в этом году выделено 3 места в аспирантуру. Мы реализуем все уровни профессионального юридического образования и ждем тоже желающих поступить в аспирантуру. В этом году последний раз аспирантура будет набираться по правилам отдельного уровня высшего профессионального образования, подготовки кадров высшей квалификации, так как внесены изменения в закон об образовании. Со следующего года уже набора такого не будет. Вот в последние годы рейтинг Северо-Восточного Федерального Университета очень вырос и в том числе по всем международным рейтинговым агентствам и так далее. И, конечно же, юридический факультет имеет на это собственное влияние и недавно ректор университета Анатолий Николаевич Николаев проводил вот по приемной кампании такой вот прямой эфир очень интересный на лоне, так сказать, светов и деревьев в Ботаническом саду, да? Вот вы упомянули вопросы приема, а еще у вас же есть колледж. Можете несколько слов? по юридическому колледжу. Да. Вот юридический колледж нами организован был в первую очередь для того, чтобы подготовить выпускников юридического колледжа для учебы на юридическом факультете, чтобы они продолжали учебу. Вот этот главный ориентир, но кроме этого наши выпускники юридического колледжа работают в МФЦ, в социальных службах, в пенсионном фонде. И тут мы принимаем абитуриентов без экзаменов на основе среднего балла аттестата. Всех, кто как-то не получилось поступить в ВУЗ, мы приглашаем. И тут мы по сути дела стараемся брать всех тех, которые действительно желают стать юристом, желают посвятить себя борьбе за добро и справедливость. Боюсь, и на. Вот смотрите, значит, колледжи сколько срок обучения? И в последующем они могут сразу стать, ну, поступить в бакалавриат? Вот в этом у нас срок обучения по учебному плану один год десять месяцев. После этого мы как раз без результатов ЕГЭ по результатам двух экзаменов тестирования общество знания русский язык и профильный экзамен профильный экзамен принимают специалисты факультета и вот на основе этих трех испытаний принимаем и на бюджетные места и на коммерческие места. То есть очень такой важный фактор продолжения обучения. Расскажите, пожалуйста, про научно-исследовательскую деятельность ваших студентов. Есть вот такое направление? Ну, мы уже об этом говорили сегодня. Да, нет, именно чтобы был такой больший интерес, что вы не только обучаете, а даете навыки исследовательской деятельности и есть хорошие достижения. Ну, мы уже об этом говорили. Студенческая наука, она оценивается по публикациям научным, по участию в конференциях, по участию студентов в международных, всероссийских, региональных олимпиадах и так далее. Ну, вот, исходя из этого, вот какие вы видите перспективы развития нашего юридического факультета? Ну, самые главные приоритеты мы сейчас непосредственно работаем над тем, чтобы на юридическом колледже открыть новое направление, это правоохранительная деятельность. Кроме этого, мы именно по этой правоохранительной деятельности тоже будем вести работу по организации специалитета. Ну, и, само собой, каждый год мы будем ориентироваться на рынок труда и, соответственно, будем варьировать наши программы магистратур. То есть, вы работаете на востребованность. На востребованность. те выпускники, которые обучаются у вас, они востребованы, все трудоустроены. Но я хотел бы поблагодарить вас, Рум Румыч, за такой интересный рассказ сегодня и, конечно же, призвать абитуриентов лучших поступать на юридический факультет Северо-Восточного федерального университета, где, действительно, кипит жизнь как учебная, так и научно-исследовательская, ну и хорошая профессура. Вам здоровья, успехов. Я бы вот хотел бы обратить внимание наших радиослушателей и зрителей, что вот перед мной сидит один самый лучший выпускник юридического факультета. Спасибо.